Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Татьяны Трофимова. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Долгожданное открытие. В республике заработают торговые центры площадью более 800 квадратных метров. Бездействие наказуемо. В Чебоксарах осудили мужчину, не сообщившего о вербовке в террористическую организацию. Мобильное приложение на Чувашском. Выпускники IT-кубок на ША получили сертификаты школы Samsung. Масочный режим в этом учебном году для педагогов обязателен. А вот с учеников этого требовать не будут. В республике снимут часть ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Об этом стало известно на очередном заседании Оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Самый первый вопрос обеспечения безопасности в учреждениях образования. Из бюджета республики выделены средства на закупку обеззараживателей воздуха и пирометров. Дезинфекция открытого пространства даст возможность не носить детям защитные маски. Решается вопрос о тестировании студентов при заселении в общежитии. Пройти тест в обязательном порядке придется иностранным студентам. Посещать занятия они смогут только после двухнедельного карантина. Будет полезно на следующей неделе организовать аварийный день на горячей линии по вопросам подготовки к учебному году, чтобы министр образования, Роспотребнадзор совместно ответили на все эти вопросы, которые еще волнуют людей. Сегодня, по сообщению Минздрава, в республике обстановка с ковидом стабилизировалась. В последние сутки прирост 36 человек. Это коэффициент распространения инфекций на сегодня, он равен единице. Процент свободного уходящего фонда равен 87,8%. Показатель тестирования на COVID-19 сегодня составляет 84,6%. У 7 414 человек подтверждена коронавирусная инфекция, включая 80% из них, у 37 граждан, приведших из других субъектов Российской Федерации. Выздоровело 6 114 человек. Это нас не должно успокаивать. На самом деле у нас стремление нули. Нули по фиксируем, по выявляемым заболеваниям. Бережно относясь к этим позициям, которых мы достигли, надо 7 месяцев дальше уменьшать эти цифры. Участники Оперштаба согласились, что с такими показателями можно возобновить деятельность торговых центров площадью более 800 квадратных метров. При этом важно соблюдать все рекомендации Распотребнадзора. Единственное, у меня просьба, давайте вот отработаем вопрос личной ответственности. Все-таки там что-то должно быть. Либо это письмо в адресниль эконом-разделе, либо оформление декларации безопасности, чтобы собственник обозначил письменно, что он берет. Потому что в данном случае мы все-таки имеем дело не с закрытым предприятием, которое имеет четкие границы и проходные, а такое открытое пространство. И собственник должен сказать, да, я беру ответственность и обеспечиваю за счет тех своих ресурсов, которые у меня есть, охрана, клиник и так далее. Если у собственника нет такой возможности, может он лучше подождет некоторое время и соответствующим образом подготовится. Это очень важная составляющая. Несмотря на положительную динамику в целом, в ряде муниципалитетов ситуация с ковидом все еще оставляет желать лучшего. Здесь имеет смысл обратить внимание на Новый Чебоксарск, где на этом деле зафиксирован самый высокий рост заболеваемости. В Канажский район выявлено самое большое количество новых случаев заражений. Что касается реабилитации граждан, на сегодняшний день поступили, электричество, 52 заявки от лиц, которые хотят пройти реабилитацию в наших учреждениях. В республику с сегодняшнего дня начали поступать вакцины для осенней противогриппозной прививки. Почти 85 тысяч для иммунизации детей и около 160 тысяч для взрослого населения. До конца месяца препараты для вакцинации поступят и на предприятиях. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика. Как часто мы слышим от представителей власти различного уровня, что они не могут решить вопросы за отсутствие полномочий, разобраться, кто за что отвечает и как работает механизм финансирования, призвана правительственная комиссия по проведению инвентаризации полномочий органов местного самоуправления. Ее первое заседание прошло сегодня. Вопрос разграничения полномочий органов власти различного уровня обсуждался не раз. Эту тему поднимал в своих обращениях и президент Владимир Путин. Разночтение в документах и последствующих действиях создает проблемы. Возникают практически постоянно различные вопросы, дискуссии и сложности в работе. Потому что зачастую, скажем, какие-то полномочия отнесены к области поселений, а у них там нет ни специалистов, ни средств не хватает. Соответственно, возникает что-то, надо как-то эти вопросы решать. Это очень влияет на то, как наши органы власти осуществляют свои, прежде всего, государственные функции для жителей нашей республики. То есть, конечно, если, проще говоря, у поселения нет средств на конкретные полномочия, которые он обязан, соответственно, полномочия не выполняют свои функции, страдают жители. По данным Министерства финансов, сейчас за органами местного самоуправления федеральным законом закреплено 14 полномочий, а республиканским 23. Реализацию некоторых из них обсудили сегодня. В некоторых случаях надо перевести полномочия на другой уровень, в каких-то увеличить финансирование. Например, в Парецком районе из-за неточно выстроенных полномочий страдает качество перевозок. В связи с тем, что перевозки между поселениями в границах муниципального района убыточны, предлагаются данные полномочия, как бы обозначается, что данные полномочия не финансируются. Но в данном случае мы этот вопрос изучали неоднократно, совместно с Минтрансом. Данные полномочия закреплены за муниципальными районами федеральным законом 131 ФЗ. То есть это является полностью полномочием муниципальным. На эти полномочия предоставляются дотации на уровне бюджетной обеспеченности и обеспечиваются они за счет собственных доходов муниципального района. Наладить механизм взаимодействия – главная задача комиссии. Все эти поселения, имея в своем видении муниципальный жилой фонд, сегодня не может расходовать бюджетные средства на его содержание. Возникают проблемы с перечислением средств. В частности, это взносы за капитальный ремонт муниципального жилого фонда, по факту сегодня таки так все это висит на местном поселении. Министр финансов предложил продолжить консультации и при необходимости выехать на места. Важно, чтобы высказалось профильное министерство, ну вот в частности я имею в виду министерства. То есть по тем вопросам, которые библиотеки, это соответственно там министерство культуры, что касается там содержания жилищного фонда, это наверное Минстрой и так далее. То есть надо будет, с точки зрения, еще раз говорю, содержательной, все-таки хотелось бы получить, ну я даже считаю, необходимо получить заключение профильного министерства, мнение других глав. Работа по разграничению полномочий между республиканскими, муниципальными и местными властями будет продолжена. Продолжения должны пройти сквозь ситой законодательных органов власти разного уровня и войти в последующие республиканские бюджеты. Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика. Молчание тоже преступление. В Чебоксарах осудили молодого человека, не сообщившего о вербовке в террористическую организацию. Подробности в нашем сюжете. Сейчас этот молодой человек, назовем его Рамис, знает, как нужно поступить, если тебя призывают вступить в террористическую организацию. Тогда два года назад думал, если отказался, совесть чиста. Рамис родился в Чебоксарах, но мальчику не подошел местный климат, и его отправили в Таджикистан. Там он близко общался со своим двоюродным братом. Они учились в одном классе. Связь поддерживали, и когда Рамис вернулся в Чувашию. В 2016 году он улетел в Сирию. И после этого, через неделю он мне написал, а потом он не вышел на связь до 2017 года. Год, получается, да? Да, год не вышел потом на связь. И потом начал писать мне и призывать меня в Сирию. Он мне призвал в Чеха, чтобы я там тоже воевал с ним. А я отказался от этого предложения, так как знаю, что это неправильно, туда полететь нет смысла. О том, что он тебе писал, предлагал поехать в Сирию, ты кому-то рассказывал? Я никому не рассказывал. Но скрыть это не удалось. Переписку в соцсетях обнаружили органы госбезопасности. Молодой человек испугался за себя и за брата. Поэтому даже во время опроса пытался скрыть, что его вербовали в террористическую организацию. Ленинский районный суд Чебоксар признал Рамиза виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 205 пункт 6 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказывается штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. Этой проблемой озабочены и представители национальных диаспор на территории Чувашии. Их цель не наказать, а предупредить подобные преступления среди молодежи. Одна из самых активных – чеченская община. По моменту прибытия сюда новой молодежи, которая выезжает из центрального региона России, чеченской республики, мы на местах с ними начинаем работу. Выясняем их мировоззрение, понимание их ислама, понимание их отношений, так сказать, законодательской федерации, адаптация их местности, местной молодости среди местной среды. Проводим такие мероприятия и стараемся им помочь во всех этих ощущительных моментах, чтобы они каким-то образом знали, что есть другие народы, у других народов есть своя культура, свои обычаи, свои традиции, что мы должны каким-то образом ассимилироваться и адаптироваться в этой среде. Мы работаем со своей молодежью непосредственно в регионы России и готовы сотрудничать с другими землячествами, передавая им опыт своей работы. Невежество в своей вере – основная причина, по которой молодые люди оказываются вовлеченными в террористические организации, считает председатель духовного управления мусульман Чувашии Айрат Хайбулов. Этими пользуются высокоинтеллектуальные и знающие психологии вербовщики. Под их влияние попадает необразованная молодежь, неофиты, то есть мусульмане, которые начали знакомиться с религией совсем недавно, или этнические мусульмане, не знающие о религии ничего. В основном это марганализированная молодежь, которые с низким социальным статусом, низким образовательным уровнем, которые мало что достигли в этой жизни. Лень имеет значение, то есть ничего не хочу делать, но хочу получить сразу все от этой жизни. И поэтому они становятся легкой добычей для вот этих псевдо-религиозных проповедников. И вот эти молодые люди не понимают, что они попадают в их зависимость. Они не исламу служат, а служат интересу именно врагов и ислама, и России, и Всевышнего Аллаха. И становятся на сторону шайтана. Поэтому мы советуем всем мусульманам изучать досконально свою религию. Приходить в мечети, не где-то собираться у каких-то псевдо-проповедников, неизвестно откуда появившихся, не лазить по просторам интернет, где информация на 90% извращенная в области ислама. Свою вину Рамис признал полностью. С учетом содействия раскрытию преступления, отсутствия судимости и удовлетворительных характеристик по месту жительства и учебы, он получил минимальное наказание. Штраф в 50 тысяч рублей и жизненный опыт. Оставаться в стороне и наблюдать, как совершается преступление – это тоже преступление. Теперь Рамис знает это наверняка. Успешные практики, инновационные проекты, новые возможности дополнительного образования. На 50 секционных площадках учителя обсуждали современные тенденции в педагогике, правда в онлайн-режиме. В Чувашии прошел традиционный Большой Августовский педсовет. В этом году главная тема – воспитание и развитие личности как общенациональный стратегический приоритет. Причем процесс этот должен быть непрерывным. В нем наравне участвуют как школы, так и учреждения дополнительного образования. В сельских школах появляются точки роста – это специальные обучающие лаборатории с цифровыми технологиями. Совсем скоро в некоторых районах заработают мобильные кванториумы. Для привлечения молодых кадров запущена программа «Земский учитель». В этом году системе образования, как и всем остальным сферам, пришлось пройти непростые испытания пандемии. Школы Чувашии экстренно перешли на дистанционный формат. Позвольте присоединиться к словам благодарности Сергея Сергеевича Кравцова и выразить вам искреннюю признательность за тот труд, который равен буквально подвигу, который вы проделали с начала распространения коронавирусной инфекции. В целом система образования Чувашской республики справилась с поставленной задачей. Нам пришлось сделать большой шаг по цифровизации в образовании. При этом существенным продолжением этого процесса станет внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 2022 году. Мы охватим 238 учреждений нашей республики. Этот учебный год начнется в традиционном формате, но с новыми правилами. Ученики будут заниматься только в своих кабинетах. Для каждого класса будет составлено специальное расписание, чтобы на переменах дети не пересекались с учениками других классов. Большое внимание будет уделяться соблюдению санитарных норм, чтобы избежать всплеска заболеваемости в образовательных учреждениях. В Новочебоксарском детском технопарке «Кванториум» завершились инженерные каникулы. Смены проходили в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. В дистанционном формате кванторианцы участвовали в различных мастер-классах, квестах, интерактивных встречах с интересными людьми республики. Так что дети были заняты делом во время каникул с ограничениями. Наставники придумали для кванторианцев разные занятия. А в конце каждого дня школьники получали кванто-баллы за активный диалог с наставниками и спикерами. Выпускники IT-куба «Канаша» получили сертификаты школы «Самсунг». Ребята учились год и даже в условиях пандемии не бросали занятия. Учащиеся успешно сдали тесты по пяти модулям программы и разработали индивидуальный проект – мобильное приложение для Android. Идеи проектов ребята определяли самостоятельно. Выпускные работы изучала наша съемочная группа. Приложение «Рест-интренд» разработано для того, чтобы люди могли забронировать стол, сидя дома в ресторане. Иван Ильин – десятиклассник Янглической средней школы. В IT-кубе занимается с момента его открытия. Рассказывает, что ежедневное пользование телефоном, изучение различных приложений побудило его создать что-то новое, что-то свое. Ну, если вот, например, мы поедем куда-то в другой город, естественно, что в нашем городе, скорее всего, это не пригодится. Но в целом глобально это очень нужно. Например, мы едем на отдых. И чтобы по приезду не искать какой-то ресторан, мы можем просто сразу в приложении выбрать. Там будет рекомендация ресторанов. Выбрать, забронить стол. Похожие аналоги есть, но в каждом есть. То есть мое приложение, оно тоже в своем роде уникально, по некоторым параметрам. Выбор столов, он, ну, я не видел, чтобы где-то так было реализовано. Там есть похожее, но не такое. Можно сказать, мое модернизированное, но получше. Пока разработки Ивана нет в общем доступе. Но он надеется, что в ближайшее время приложением заинтересуются мобильные платформы Android и iOS. Открыв приложение, мы оказываемся на фрагменте планов. Тут можно ввести свой план, нажать на кнопку, таким образом цель появится ниже. Если мы выполнили свой план, необходимо отметить его, нажать на чекбокс. Выполненный план исчезнет, и приложение высветит текст поздравлением в выполнении цели. Выпускную работу Анны Васильевой можно получить по ссылке в телеграм-канале. Приложение уже прошло тестирование у друзей и знакомых. Конечно, программ для планирования много, но это отличается тем, что есть возможность работать на чувашском языке. Я не видела еще ни одного приложения на чувашском языке, поэтому я все-таки решила сделать приложение на чувашском языке, чтобы люди больше развивали свой чувашский язык. Анна считает, что даже цвет приложения привлечет пользователей. Оно выполнено в зеленой гамме, которая, по мнению девушки, очень полезна для глаз человека. Упускница IT-школы Samsung считает, что даже если приложение не будет популярным, ее опыт разработки пригодится в будущем. Безусловно, такие школы повышают престиж моногорода и делают его привлекательным для инвесторов. Вы сегодня были удивлены, наверное, так же, как и я, что ребята за неполный год обучения научились писать какие-то программы и программы действительные, которые даже можно в муниципалитетах использовать. Вот эти приложения, они облегчают, в принципе, и работу и руководящего состава, и как-то даже для одной из предложений для обычных жителей по бронированию столиков в ресторанах. Это очень интересно. Я был тронут от того, что ребята написали, и это уже сегодня, если подойти грамотно со всех сторон, человек уже сегодня может зарабатывать. В администрации Канаша планируют заказать ребятам разработку предложений для жилищно-коммунального хозяйства города. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика. В селе Аликово появится бассейн. 25-метровое сооружение строится при физкультурно-оздоровительном комплексе «Хельхем». Бассейн будет не в самом ФОКе, а рядом. И по проекту соединен с ним теплым переходом. Сейчас подрядчик заливает дно водной чаши. Будем полностью монолитной чашей бассейна. На этой неделе, думаю, начнем стенки заливать. Будем монтаж металлоконструкции начнем. Проект давно экспертиза прошел, и она корректируется. Сейчас на новую экспертизу проект готовим. Новые нормативы же вышли по новым нормативам. Что-то будет меняться на ходу. Большая часть средств на строительство бассейна выделена из федерального бюджета в рамках проекта «Спорт. Нормы жизни» нацпроекта «Демография». Необходимость бассейна очень большая, потому что в Аликсовском районе нет нормальных водоемов, где можно было хотя бы малышей научить плавать. Бассейн изначально, 10 лет назад, должны были построить. Но проект изменили, получился только красивый спортивный комплекс. Бассейн не построили. Наконец-то мы строим. Народ дождался. Подрядчик приступил к работам в апреле этого года. К ноябрю он должен сдать. Юлия Важенина, Надежда Яковлева, Игорь Зверев, Республика. Чебуреки, Чебоксары, Чебурашка. В столичном парке имени Андриана Николаева появился известный мультипликационный персонаж. Он пополнил череду интересных арт-объектов. Добродушный образ мультгероя с большими ушами и большими глазами полюбился всем детям. Премьера советского мультфильма «Крокодил Гена» состоялась в далеком 1969 году. Там же и прозвучала знаменитое... Любимец детей и взрослых занял достойное место в ряду других скульптур. Теперь он обязательный участник фотосессий. Рядом с ним можно загадать желание. Кстати, все авторские права соблюдены. Автор образа Эдуард Успенский успел до своего ухода из жизни согласовать эскизы. Мы рады, что у нас появилась такая скульптура, такой арт-объект. Он сделан из меди. Более того, я уверен, что он обрастет городской легендой. И каждый из посетителей нашего парка может загадать желание. Причем мы уже точно знаем, что если потереть ему живот, то это к достатку. Если потереть ему голову, то это к уму. Стихи о чебурашке, прозвучавшие сегодня, были как нельзя кстати. Мультгерою исполнилось бы целых 54 года. Безымянная игрушка был когда-то в магазине. Сказки ждал он на витрине. И дождался, стал известным. Своя сказка чудесная. Ты, малыш, меня послушай. У него большие уши. Еще один подарок ждет детей в парке. Здесь откроется уникальная развивающая детская площадка. Ольга Семенова, Бахтияр Велиев, Республика. Российский оператор мобильной связи Тиле-2 отмечает пятилетие присутствия брендов Чуваши. Подробнее об этом вы узнаете прямо сейчас. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Первый юбилей компания встречает во всеоружии. Качественная связь и мобильный интернет. Развитая фирменная розница и высокий уровень доверия клиентов. Только за последний год количество пользователей мобильного интернета Тиле-2 в Республике увеличилось на 21%. А потребление интернет-трафика на одного абонента выросло на 41%. По этому показателю клиенты операторов Чуваши стабильно являются лидерами в России. За последние несколько месяцев, когда резко вырос спрос на услуги, компания сделала ставку на развитие цифровых сервисов. В один клик жители могут заказать товары и услуги, получить медицинскую помощь, пройти образовательные курсы и так далее. Одним словом, пандемия ускорила цифровизацию и сформировала у клиентов новые привычки, от которых, к слову, они не спешат отказываться. Даже после возвращения к привычной жизни. За пять лет компания Тиле-2 прошла путь от новичка до серьезного игрока на рынке, конкурентном рынке Телеком Чуваши. Сейчас мы предоставляем не только качественные услуги мобильной связи и мобильного интернета, но и формируем вокруг клиента уникальную экосистему для предоставления партнерских услуг. За пять лет Тиле-2 построила в регионе качественную сеть, обеспечив 98% населения Чуваши связью и высокоскоростным мобильным интернетом четвертого поколения. Компания постоянно развивает инфраструктуру, предлагает уникальные продуктовые решения и инновационные сервисы. Стратегия оператора поддерживает стиль жизни своих клиентов. Именно поэтому недавно Теле-2 предоставила возможность учащимся старших классов старше 14 лет самостоятельно покупать сим-карты. Для фанатов онлайн игр запустила тарифный план игровой. Для бизнес-абонентов оператор формирует целый ряд эффективных решений и услуг. Нам доверяют, нас рекомендуют друзьям, знакомым, близким. Именно поэтому на протяжении последних лет индекс поддержки компании Теле-2 остается самым высоким в отрасли. Согласно исследованиям аналитиков, индекс поддержки у компании выше, чем у всех других операторов. По этому показателю компания на 8 пунктов опережает ближайшего конкурента и на 17,20 других игроков телеком рынка Чувашии. Наиболее лояльными пользователями услуг Теле-2 являются молодые люди 18-24 лет и клиенты в возрасте от 45 лет. КОНЕЦ